Вечеринку с атмосферой эксплуатации, разгула и жульничества закатят на сцене театра имени Максима Горького. Спектакль по роману Фрэнсиса Скотта «Фитджеральда», где показана джанзовая эпоха 1920-х годов, ставят американские режиссёры. Тина Кронис и Ричард Алгер уже более 20 лет работают с американской классикой, пишут пьесы по мотивам и ставят неожиданные обработки хорошо знакомых зрителей сюжетов. Для нас было очень интересно поделиться американской культурой вместе с российскими актёрами, создать что-то новое. Я считаю, что русский театр – один из лучших в мире, поэтому возможность работать в этом прекрасном театре – честь для нас. Репетиции идут уже два месяца, но нет предела совершенству. Большое внимание уделяется технической подготовке, так как свет и музыка играют важную роль в постановке. К современным произведениям театр имени Максима Горького обращается нечасто. Я связываю это в первую очередь, что мы не влюбились в современных авторов, а они взаимно в нас. Те, которые сегодня по-прежнему… Может быть, есть целый ряд драматургов, которые были бы украшением театров, но для меня по-прежнему остались Володин, авторы и Арбузов. Ко дню Великой Победы Владивосток ожидает грандиозный проект с участием Московского театра «Современник». Труппа театра Горького поставит спектакль «Скажите, люди, куда идёт этот поезд» из репертуара «Современника». Приедут декорации театра «Современник», брусники на марина постановщик спектакля, который здесь будет показан. Играют наши артисты, потом приезжает труппа театра «Современник». Играют в этих же декорациях, в этих же костюмах свой спектакль, этот же, который сейчас идёт на сцене театра «Современник». И потом мы попробуем сделать микс. Также идёт работа над спектаклем «Мастер и Маргарита» по одноимённому роману Михаила Булгакова, премьера которого запланирована на Международный день театра. Параллельно проходят репетиции новой постановки для юных зрителей «Аленький цветочек». Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.